Зеленый фонд Посточного Казахстана взят под усиленную охрану. На всех въездах и выездах из лесничества установлены контрольно-пропускные пункты. С начала года природоохранные службы области уже пресекли 15 фактов незаконной вырубки деревьев, хвойных пород. В лесхозах Усть-Каменогорска, где насаждение занимает около 200 тысяч гектаров, в период новогодних праздников сформированы пешие патрули и спецбригады на снегоходах. За сохранностью елей следят больше 100 человек. На территории нашего государственного учреждения задействовано 6 мобильных групп. Установлен один стационарный пост, на котором ведется круглосуточное дежурство. В Мангистовской области участили случай вождения автотранспорта в нетрезвом виде. 1580 пьяных водителей задержали полицейские в этом году. А за последние 5 лет к административной ответственности привлечены более 8 тысяч любителей езды под шофе. В то же время в регионе наблюдается снижение основных показателей аварийности. Более тысячи безработных жителей Мангиста освоили новую специальность. В этом году краткосрочные курсы переобучения проходят в рамках госпрограммы «Янбек». Помимо стипендий, выдаются и безвозмездные денежные гранты. С теми, кто устроился на работу, открыл собственное дело, встретилась Динара Нургалиева. Попробовать свои способности в бьюти-сфере Нуржан и Асиль Байтурин решили после профессионального обучения. Прошли месячный курс и трудоустроились в один из городских салонов красоты. В Жан-Озене для нас работы нет, а троих детей кормить и одевать надо. Сейчас мы с супругой потихоньку набиваем клиентуру. В день обслуживаем по 2-3 человека. Правда, инструменты очень дорогие, поэтому решили подать документы на денежный безвозмездный грант. Когда приходят на обучение, они радостные, что такая есть возможность. Государство дает такую возможность обучать бесплатно. И они довольны всем. Когда пришли муж с женой ко мне обучаться, я первое время подумала, мне может быть тяжело. Но как-то мы с ним общий язык нашли, и даже без переводчика мы обходились эту учебу, обучили. И у него очень хорошие золотые руки. Среди выпускников краткосрочных курсов есть и начинающие бизнесмены. К примеру, более 500 безработных женщин в этом году освоили швейное дело. Большинство домохозяй открыли ателье на дому. К новогодним праздникам молодые предпринимательницы подготовили подарки для роженец. В комплектах для новорожденных 8 изделий. Такие благотворительные акции проходят в перинатальном центре регулярно. Наши выпускники дарят наборы многодетным матерям, которые сейчас находятся в положении. Швеи учились по четырем направлениям. Это не только детский текстиль, но и курак-корпе. Только в Актау по программе ЕМВЕК курсы переобучения прошли 1300 человек. 562 выпускника успешно трудоустроились. 32 человека получили безвозмездные гранты на открытие собственного дела. Зинара Нургалиева, Саламат Бикпаев, Хабар, 24. Выпуск продолжат международные новости. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Лафаэт, штата Луизиана. В результате 5 человек погибли. Сообщается, воздушное судно рухнуло рядом с супермаркетом. Всех, кто находился внутри, эвакуировали. Травмы получили трое прохожих. Они доставлены в больницу. По неподтвержденным данным, на борту находилось 6 человек. Один из них выжил. Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета. Как сообщают метеорологи, с утра в районе, где произошло ЧП, стоял густой туман. На Фиджи в результате циклона Сараи погиб один человек. Об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны. Отмечается, что 18-летний студент утонул во время купания у острова Кандаву. По предварительной версии, молодого человека унесло сильное течение. Эпицентр тайфона располагается в 135 километрах к юго-западу от Фиджи. Скорость ветра достигает 100 километров в час. Из-за погонных условий около 2500 человек было эвакуировано. В настоящий момент один человек числится пропавшим. Минкс стал наркотической столицей Европы. Пусть и всего на несколько дней белорусские правоохранители обнаружили партию героина весом полтонны. Таких размахов государство еще не видело, да и для криминальной летописи Европы столь масштабный груз оказался рекордным за последние 10 лет. Оперативники уже выяснили личности не только владельцев наркотика, но и пункт назначения товара. Кто же в Беларуси попытался снискать славу местного эскобара, выяснил наш корреспондент Дмитрий Лукша. Для Беларуси героин наркотик экзотический. Из-за своей цены 100 долларов за грамм он считается неподъемным для местных наркоманов. Поэтому поначалу размеры партии поставили в тупик местных оперативников. Вопрос, для кого все это? Ответ появился позже. Как выяснилось, партия следовала через Беларусь транзитом из Афганистана в страны Евросоюза. Конкретно еще до Нового года порошок должен был раствориться в подворотнях Великобритании, Франции и Германии. Для доставки груза в ЕС был использован так называемый северный маршрут, пролегающий через страны СНГ. В криминальных кругах эта тропа считается одной из самых опасных, так как необходимо проходить десятки пограничных кордонов. Видимо, именно в риске преступники решили поискать благородство, но прогадали. Выши из машины! Оказавшись в Беларуси, злоумышленники сняли складское помещение, но использовали его явно не по назначению. В его стены они бережно замуровали наркотик. Но даже такие архитектурные авантюры не остались незамеченными милицией. Всего оперативники обнаружили 550 килограммов героина или более 2,5 миллиона доз. Но самое главное – ущерб, причиненный белорусскими правоохранителями мировому наркосиндикату. По предварительным оценкам, вся изъятая партия стоит 50 миллионов евро. Это была длительная оперативная разработка, результатом которой явилось это задержание. То есть это не было каким-то ситуативным задержанием. Это была длительная оперативная разработка, прежде всего с точки зрения анализа. Эти граждане впервые попали в поле нашего зрения. Но угроза транзита, повторюсь, она существует по-прежнему как в западном, так и в восточном направлении. И тут надо принимать во внимание высокую латентность этого вида криминального бизнеса. Известно, что в Минск наркотик привезли трое мужчин и одна женщина. Все граждане одной из средиземноморских стран. Каким образом, путем и через какие государства, следствию еще предстоит выяснить. Доставить же порошок в ЕС планировалось с помощью белорусских диванов и матрасов. По документам. На самом же деле фуры должны были быть до потолка загружены героином. Сейчас вся компания находится под стражей. Партия, оказавшаяся самой крупной в истории современной Белоруссии, изъята. За установленный рекорд по метанию полутонны наркотика на дальнее расстояние, белорусская фемида обещает прозреваемым соответствующую награду. Долгие годы гособеспечения в венце из колючей проволоки. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар-24, Минск, Беларусь. Израильские медики совершили революцию в лечении гепатита С. Это тяжелое заболевание, ежегодно уносящее жизни сотен тысяч человек. Раньше считалось практически неизлечимым. Новые препараты, разработанные учеными, теперь приводят к полному выздоровлению. Ласковый убийца. Так гепатит С называли в мире за его способность маскироваться под симптомы других болезней и очень медленное течение заболевания. Вирус может тлеть в организме буквально десятилетиями, а потом привести к тяжелым поражениям печени и гибели пациента. 150 миллионов человек в мире заражены этим вирусом. 350 тысяч в год умирают. Точнее, умирали, потому что теперь гепатит С научились лечить. Израильские ученые разработали лекарства, способные победить ласкового убийцу. Раньше вероятность излечения с прежними лекарствами была около 50%. Мы достигли показателей в 90 и более процентов. При этом удалось убрать множество тяжелых побочных эффектов, которые осложняли лечение. Более того, оказалось, что новые препараты не вызывают побочных эффектов, которые раньше были сравнимы с побочными действиями химиотерапии. Иногда из-за них приходилось отменять лечение, что обрекало больного на верную смерть. Сократились сроки. Раньше это был минимум год, теперь только 6 месяцев. Мы говорим о полном излечении вируса. Мы говорим о том, что он никогда не вернется. Мы говорим о том, что не будет больше нанесен вред печени. И даже тот вред, который уже нанесен, он часто проходит регрессию. То есть он часто улучшается после излечения гепатита С. Это настоящая революция. Не нужны дорогостоящие капельницы. Пациент просто принимает таблетки, делает сам себе уколы уже готовыми шприцами и живет обычной жизнью без особых ограничений. Одним из первых в мире пациентов, полностью излечившихся от гепатита, стала голливудская звезда Памела Андерсон, которая прошла курс лечения в Тель-Авиве. Теперь терапия уже не экспериментальная. В Израиле она входит в страховой пакет, и уже десятки тысяч человек, получивших ее, признаны здоровыми. В том числе и те, кому не помогли предыдущие схемы. Сергей Услендер, Хабар-24. И вновь к новостям в стране. В пригороде от Рау открылся первый сельский центр школьников и волонтеров. Дети уже оказали помощь 20 малообеспеченным семьям. В свободное от учебы время ребята учат оказанию первой помощи и поведению в чрезвычайных ситуациях. Причем центр занимается не только добровольческой деятельностью, а открытые кружки и для творческого развития. Юные волонтеры помогают собирать одежду и игрушки, которые в большом количестве приносят неравнодушные люди. Далее одежда сортируется, раскладывается и раздается нуждающимся. Всего в Еркингалинском сельском округе проживают 130 малообеспеченных и многодетных семей. Наш центр призывает сельскую молодежь к волонтерской деятельности. Находятся отзывчивые люди, которые приносят вещи, продукты, предлагают свою поддержку. Благодаря совместной работе нам с детьми удалось помочь 20 семьям. Мы помогаем инвалидам, пожилым, а также многодетным семьям. В деятельности центра задействованы 17 школьников из 7-х и 9-х классов. Помогать людям и мотивировать других очень вдохновляет, говорят юные волонтеры. Следующий год объявлен годом волонтера. Я считаю, что своим примером мы даем другим людям мотивацию, чтобы и они, в свою очередь, помогали нуждающимся, становились волонтерами. Есть много сфер, где нужна помощь, и это не только благотворительность. Это медицина, экология и многое другое. Жительница села Еркингалам, Адина Ерназарова, живет в съемной времянке вместе с мужем-инвалидом и тремя детьми, один из которых страдает ДЦП. Волонтеры стараются регулярно помогать семье. В этот раз принесли продуктовый набор и лекарства. Спасибо волонтерам за их помощь. Приятно, что дети уже с такого возраста осознают свою полезность. Нашей семье, оказавшейся в трудной ситуации, они подарили надежду и веру в будущее, дав понять, что мы не одни. Всего в регионе насчитывается около тысячи волонтеров, которые активно участвуют в кульчевых мероприятиях, в социально значимых проектах и, самое главное, оказывают помощь и поддержку жителям, нуждающимся в заботе и внимании. Гульмира Сатубаева, Амантай Матенов, Атраухабар, 24. В Павлодаре появился необычный музей. Помимо представленных экспозиций, найденных когда-то при Иртышье, залы оборудованы мультимедийными технологиями, что позволяет взглянуть на историю края совершенно по-другому. Мультимедийный музей получил название «Иртыш». Другого просто быть не могло. Именно на берегах Седого Иртыша зарождалась история края. Река – отражение богатой истории при Иртышье от Кайнозойской эры до наших дней. Визитная карточка Павлодарского при Иртышья. Реконструкция геологического разреза всемирно известного палеонтологического памятника «Гусиный перелет». Редкое зрелище, которое можно увидеть, если, конечно, посчастливиться лишь весной, когда грунт обваливается в Иртышь, унося с собой бесценные артефакты нашего далекого прошлого. Павлодарское при Иртышье было центром Кимакского каганата. Древние погребения наших тюркских предков вдоль Иртыша находят археологи. Эту экспозицию кимакского воина создавали ученые Маргулан-центра. Не раз им удавалось находить оружие, доспехи и конскую сбрую. Видеокадры археологических раскопок наглядно свидетельствуют об уникальности памятников истории. В музее Иртыш эти факты обретают дополнительную историческую ценность. Самое важное, экспозиция этого музея, она не статичная. Можно постоянно обновлять контент, дополнять его. Например, вот здесь представлены результаты археологических исследований, накопленных на это время. А вот уже по итогам следующего полевого сезона можно представить новую находку. Посетителям музея удивляются многожанровой тематике. Древняя археология, зал неогенного периода, древние флоры и фауны при Иртышье. Но главное, экспозиция насыщена информацией, которая легко усваивается за счет мультимедийных технологий. Очень важно эта мультимедийность, это то, что этот музей продиктован временем. Что очень важно, интересно, потому что скучные лекции музейные не всегда детьми хорошо воспринимаются. А тут очень это увлекает и взрослых, и детей. Сотрудники музея обещают, что на следующий год экспозиции станут еще интереснее. Скоро здесь появятся такие технологии, которые будут завораживать посетителей. В зале геологии мы хотели воспроизвести лаву, и там должен быть еще интерактивный пол. То есть вы когда по нему ходите, у вас создается впечатление, что вы ходите по раскаленной лаве, то есть расходятся круги, как на воде. Еще в музейные залы добавят скелеты древних животных, найденных на гуси на перелете. Они жили тысячи лет назад, во времена неогенного периода. Эти виды еще не знакомы павлодарцам. Ербулабишев, Марат Игриков, Алексей Мельницкий. Из Павлодара. Хабар, 24. И к данному часу это все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова